Эта история произошла в одной из школ нашей необъятной родины. На родительском собрании класса большинством голосов было решено закупить детям новые парты. Нужно сказать, что старые ученические столы были еще в хорошем состоянии. Тем не менее инициативная группа мамаш решила выпендриться перед остальными классами и показать, что их дети особенные, а для благолюбимых чат не жалко никаких средств. Правда, у семи семейств не оказалось денег на новые парты, и тогда остальные мамаши решили, что дети бедных родителей останутся сидеть за старыми столами. Один из отцов был против такого развития событий и резонно заметил, что это приведет к еще большему расслоению детей в классе на бедных и богатых, а сама ситуация по своей нелепости напоминает сюжет из нашей Раши о платной и бесплатной медицине. Отец предложил обеспеченным родителям сдать чуть больше денег и закупить новые парты для всех или же не скидываться вовсе. Ведь, повторимся еще раз, старые парты были в нормальном состоянии. Эта точка зрения ожидаемо не нашла поддержки у большинства, ведь мамаши не столько заботились об удобстве деток, сколько хотели произвести впечатление на других родителей. Спустя несколько дней в класс привезли новые парты для избранных учеников. Старые столы сдвинули в один угол, образовав таким образом подобие гетто для восьмерых бедных детей. Но длилась такая ситуация равно один день. Родительский комитет не подозревал, что отец, вставший на сторону бедных семей, на самом деле оказался обеспеченным бизнесменом. Он решил проучить взорвавшихся мамаш и приобрел для восьми оставшихся детей в классе роскошные парты с регулируемыми креслами. Такой поворот событий поверг родителей в шок. Те, кто еще несколько дней назад и слушать ничего не хотела равноправий, хором взвыли, что это самая настоящая дискриминация. Они набросились на отца бизнесмена с обвинениями, что своим поступком он оскорбил их деток. Отец-жена все нападки резонно заметил, так чем вы недовольны. Вы же сами хотели, чтобы участие детей в классе парты были лучше, чем у других. Вот вы это и получили. И вообще, можете считать это социальным экспериментом. Да уж, порой взрослые люди ведут себя еще хуже детей. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Продолжение следует...